Всем привет! В эфире программа Культфьюжн. Ваш гид по культурной жизни и индустрии развлечений нашего с вами города. Киноконцертный зал «Панорама» – это не только самые последние новинки из мира кино. Это еще и яркие мероприятия, конечно, концерты. И это далеко не все. Чем удивит ККЗ в предстоящее время, расскажет арт-директор Светлана Шепет. Добрый день, дорогие друзья! Всем известно, что инициатором создания и художественным руководителем московской рок-группы «Цветы» является Стас Намин. Но, возможно, кто-то не знает, что его настоящее имя – Анастас Микоян. Родился он в Москве в семье военного летчика Алексея Микояна, и поэтому детские годы будущей звезды прошли в военных гарнизонах. Его мать, Нами Арутюнова, музыкант, композитор, писатель, с детства прививала сыну любовь к музыке. В доме Микоянов часто были известные композиторы и музыканты. В 1957 году Микоян поступает в общеобразовательную школу, однако уже с 1961 года продолжает свое обучение в Московском Суворовском училище по инициативе отца. Рано увлекшись рок-музыкой, уже в 1964 году он создает группу «Участь в Суворовском училище» под названием «Чародеи». Параллельно играет рок-н-ролл со своим двоюродным братом Александром, другом и соседом по дому Григорием Ардженикицы и другими молодыми талантливыми музыкантами, которые уже в 1967 году объединились в группу «Политбюро». Группа «Цветы» появилась благодаря Вудстоку. Стас с нами настолько был очарован фестивалем, проходившим в Америке, что решил создать группу и назвать ее «Цветы» по аналогии с движением хиппи «Дети цветов». И уже в 1973 году выходит пластинка группы «Цветы», благодаря победе в студенческом фестивале, наградой за которую была возможность записания диска на фирме «Мелодия». И диск был записан невероятным для того времени количеством в 7 миллионов экземпляров. Несмотря на это, группа была в советское время практически запрещена. Музыкантам не разрешалось играть в больших городах, тем более в Москве. Не разрешалось гастролировать за рубежом. Печатные издания практически ничего не писали про эту группу, а радиостанции наотрез отказывались ставить композиции группы «Цветы» в эфире. Это удивительно, ведь я думаю, что вряд ли есть человек, рожденный в СССР, который не пел бы или, по крайней мере, не слышал бы песню «Мы желаем счастья вам», «А звездочка моя», «А летний вечер». Ведь эти композиции звучали буквально отовсюду. И только в 1986 году с большим трудом группе удалось добиться гастролей по Соединенным Штатам Америки, которые продлились целых 45 дней. Единственная советская музыкальная группа, которая была признана в Соединенных Штатах Америки и в Европе, Парк Горького, была создана Стасом Наминым на основе музыкантов группы «Цветы». Состав этой группы не изменяется уже последние 20 лет. И по словам Стаса Намина, он является самым сильным и профессиональным. Музыканты работают на высочайшем мировом уровне. И в этом могут убедиться все, кто приходит на наши концерты, говорит Стас Намин. И в этом мы с вами можем убедиться 21 марта в гостях на сцене киноконцертного зала «Панорама» легендарная московская рок-группа «Цветы». Информацию более подробную можно узнать по телефону 300 033 или на сайте panoramadefistver.ru. Заходите на наш сайт и до новых встреч. А сейчас о киноновинках. Что можно посмотреть в киноконцертном зале «Панорама» расскажем в нашей специальной рубрике «Кино на большом экране». «Счастье в конверте» — это три удивительные истории о любви и дружбе, о вере в мечту и связи поколений, о том, как не предавать себя и оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Тверь стала 24-м городом, где в таком широком масштабе прошел показ премьеры фильма. Однажды зимним вечером на небольшом почтовом отделении собрались три женщины, три почтальона разных возрастов. Молодая девчонка, которая сегодня первый рабочий день, женщина среднего возраста и почтальон уже, скажем так, бывалый. Та, которая уже давным-давно здесь работает. Вот они сидят, внутри такое ламповое уютное настроение, за окном падает снег, они пьют чай, едят торт и разговаривают о жизни. И вот в процессе происходит рассказ трех историй. Каждая из них так или иначе связана с письмами. Поэтому фильм называется «Счастье в конверте». Одну из главных ролей в первой новелле «Время последних романтиков» сыграл актер Тверского академического областного театра драмы «Заслуженный артист России» Залим Мерзуев. Он поделился с нашей съемочной группой, что эта роль стала для него особенной. К слову, и написана она была специально для него. Мне очень хотелось рассказать о людях, которые, в общем-то, меня сформировали. Эта тема во мне так болела, и вдруг мне предлагают такую роль. Она дала мне возможность вот в этой роли вернуться в конец 50-х, начало 60-х годов и глазами ребенка взглянуть на то поколение, которое только что вернулось с войны, победителями. Сама идея фильма принадлежит режиссеру Светлане Сухановой. Она давно ее вынашивала. Лет 10 эти истории жили в ее голове и сердце. Здесь также очень много друзей, знакомых. Ожидание одно. Я очень хочу, чтобы вашему зрителю понравился фильм, потому что мы действительно от чистого сердца старались его сделать именно для зрителей. Потому что все отмечают, что это не коммерческое кино, что его очень сложно продавать. Но я надеюсь, что вы сегодня это увидите. Те эмоции, с которыми выходят зрители из зала, это дорогого стоит. Почувствовать себя счастливым смогут все желающие тверичане. Картина идет на большом экране киноконцертного зала «Панорама». Возрастное ограничение 12+. Расписание и заказ билетов доступны на сайте panorama.ru. Справки по телефону 300-033. Вот наша программа подошла к концу. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.